Факты, которые комфортно не принимать. Факт номер один. Музыкальный слух это не дар, это навык, который начинает развиваться чуть ли не в утробе матери. Это может сравнить с мышцей, которую можно качать, то есть возраст практически не важен. У начинающих танцоров проблема, как правило, не с ритмикой, а с координацией. То есть нужно развивать свои мышцы. И, кстати, музыкальность это очень полезный навык для мозга. И если вы хотите развивать логическое или аналитическое мышление у себя или, может, у своего ребенка, то вовсе не обязательно только лишь играть в шахматы и собирать конструктор. Можно слушать музыку. И чем она будет сложнее, тем и лучше. Классика, джаз, южн, даже звуки природы и прочее пойдет на пользу. Пойте своему ребенку, включайте хорошую музыку. И как только он стал занимать место в животе своей матери, дайте ему звуки. Всегда удобнее говорить мне, медведь на ухо наступил. И ничего абсолютно не делать. Факт номер два. Музыкальный вкус это не объективно нравится или не нравится. Это уровень развития музыкальности и, если говорить точно, развития мозга, числа нейросвязей. Наша природа такова, что нам нравится то, что нам знакомо. И если мы ничего кроме верх сердечки не слышали, то все остальное нам будет дискомфортно. По большей части это механизм, что ли, выживания и поиск безопасной среды. Но стоит лишь окунуться во что-то посложнее, предыдущее будет радовать меньше. Откровенно говоря, будет казаться более скучным, примитивным. Но это не значит, что плохим. Просто скучным. И мозг захочет задачки посложнее. А музыка это прекрасная пища для осознания и для подсознания. Я не призываю вас бежать сейчас слушать классику или джаз. Просто информирую, что не все, что нравится, это последнее, на чем стоит останавливаться. Мозг умирает без развития. Личность деградирует без роста. Мой призыв. Не ведитесь на стереотипы и качайте свой мозг. К пределу совершенству нет.